Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба. Это слова из песни, под которыми могут подписаться большинство тех, кто прошел через самую массовую общественную молодежную организацию Советского Союза. 29 октября 2018 года мы отмечали столетие ВЛКСМ. На торжество в Щелковском театре собрались комсомольцы, которых никак не получается назвать бывшими, в том числе руководители городской комсомольской организации, первые секретари горкома. Последним из них был Анатолий Петрунин. Анатолий Васильевич возглавлял горком в последние два года, на рубеже 80-х-90-х. Возможно, самые трудные два года и для него, и для организации. В стране ломалась идеология, компартию не критиковал только ленивый, у молодежи появились другие интересы. И все же в этот период он смог собрать неравнодушных подростков, организовать совместно с газетой «Время» один из последних проектов под эгидой Щелковского горкома комсомола – молодежный диспут-клуб. Давал возможность самовыразиться молодым журналистам. Анатолий Петрунин и после самороспуска организации в 1991 году оставался верным принципам комсомола, участвовал в сохранении его наследия, воплощал с товарищами нереализованные комсомольские идеи. В Щелкове создали организацию «Молодежная лига», «Молодежную биржу труда» – все это отголоски комсомола. До сих пор ежегодно проводится тур «След рабочей молодежи», много лет назад зародившейся именно в комсомоле. Многие годы Анатолий Васильевич хранил у себя знамя городской комсомольской организации. Несколько лет назад вместе с другими ветеранами Щелковского комсомола принял непростое для себя, но абсолютно правильное решение – передать знамя на вечное хранение в Щелковский историко-краеведческий музей, сохранив за собой право пользоваться им по особо торжественным случаям. В день празднования столетия комсомола знамя находилось в зале. «Я сейчас думаю, что нужно было бы быть более жестким консерватором, потому что дело не в том, что нужно отстаивать коммунистическую идею, а именно нужно отстаивать ту работу с молодежью, она интересна и полезна. И молодежная организация в принципе должна пользоваться поддержкой государства, обязательно». Молодым комсомольцам Анатолий Петрунин работал в колхозе памяти Лича. После комсомола некоторое время занимался бизнесом, потом получил юридическое образование и работал по специальности. Занимался адвокатской практикой. Но в душе и в сердце всегда оставался комсомольцем, вечно молодым. В числе наиболее дорогих наград для него были ветеран комсомола Щелковского района, ветеран Щелковского комсомола, почетный комсомолец. 11 февраля Анатолия Петрунина не стало, ему было всего 58 лет. Его имя пополнило печальный список жертв коронавирусной инфекции. Похоронили его на Жигаловском кладбище с комсомольским значком на лацкане пиджака. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.